Здравствуйте, товарищи бойцы! Здравия желаем, товарищ, товарищ капитан! Оглушительный успех своей мировой премьеры юные артисты, которые и актерами-то не являются, предугадать никак не могли. На сцене война. Товарищ командир и несколько девчонок-разведчиц, только закончившую школу десятилетку, за несколько дней до подвига всей их жизни. Мы смогли, сумели с ребятами и с нашей Еленой Петровной проникнуться в души каждому, видеть утирающие слезы на глазах. Это правда дорогого стоит. Было очень приятно. Даже мужчины плакали. Режиссер Елена Толстонок, по ее признанию, болела войной несколько лет. Все это время разрабатывала сценарий, сверяя сюжет с ходом истории. Готовая литературная основа под пьесой нет. Ива создала хронику подвига, одну из мелких разведопераций, решившую исход большой битвы. Искала, заходила на сайты других музеев, смотрела фотографии именно 44-й год, именно белорусскую операцию. А этому спектаклю я перелопотила очень много, искала именно точки соприкосновения, чтобы не наврать. Появилось больше всего наврать очень много эмоций, очень большая, я так скажу, большая стряска для них это была. Не имея образования, артисты строили образы по ощущениям, вспоминали фильмы, наделяли героев своими чертами. Почувствовать себя на передовой помогала и форма. Костюм во многом помог справиться с ролью Татьяне Финк, чьи родственники погибли на войне. Об их мыслях и мечтах она и думала, когда надевала эту форму. Носить ее нужно как бы с гордо поднятой головой, что вот именно это не просто какое-то платье, так скажем, а вот именно эта история, это наша история и в принципе в первую очередь моя. Возможно, именно поэтому зрители вновь приходят погрузиться в атмосферу тяжелых и трагичных военных лет. Сейчас актеры на каникулах, но костюмы и реквизит далеко не убирают. Уверены, к постановке уже в ближайшее время вернутся еще не раз. Так, давайте репетнем. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.